С агроновостей началось сегодня еженедельное совещание в Доме правительства. Их несколько. В республике начали свою работу ярмарки сельхозпродукции «Дары осени». На полях хозяйств убрано 56% посевных площадей. Скошено 156 тысяч гектаров. Такие цифры озвучил министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Активнее всего работают на полях Яльчикского района. Там убрано почти две трети площадей. Не убрали половины в Алатарском, Маргаушском и Янтиковском районах. По словам Сергея Павлова, объяснений кроме дождливой погоды у хозяйств нет. В ближайшей неделе ожидается солнечный, что должно увеличить темпы уборки. Задействовано 633 зерноуборочных комбайна. И средняя выработка на один комбайн получается всего 10 гектаров. Конечно, это недостаточно. И здесь нам надо использовать каждый час. И сейчас у нас в связи с тем, что часы переведены. И получается, утро у нас начинается раньше. И если остальные года в 10 часов выезжали, то на сегодняшний день уже в 9 часов, конечно, необходимо находиться в поле. Началась уборка картофеля и овощей. В этом году радует урожайность второго хлеба. 206 центеров с гектара. В прошлом году – 172 центера. Сейчас картофель убран с 400 гектаров, овощи – с 62. Активно начали убирать овощи и в личных подсобных хозяйствах. В субботу стартовали ярмарки сельхозпродукции «Дары осени». Участвовало 80 сельхозпроизводителей. Количество продуктов было насыщено. Стоимость, Сергей Владимирович высказал, в целом прошла на достойном уровне. Кроме этого, было организовано достаточно продуктов питания автомобилями городских предприятий. Кому-то до дома, кому-то до подъезда. В Новочебоксарске на сегодняшний момент открылось 6 площадок. Основная площадка – это рынок Новочебоксарский. Практически, как и в прошлом году, было организовано продажа ветеранам через социальную защиту и по заявкам, которые есть. Обсудили на совещании работу промышленности за первые полгода. За 6 месяцев индекс промышленного производства составил почти 92%. За несколько месяцев года рост 4%. По словам министра экономического развития Владимир Аврелькин, увеличились темпы производства и отгрузки готовой продукции. Почти 70% предприятий работают с прибылью. Таких производителей, как химпром, перкарбонат, у нас производственные препараты тоже выросло почти на 7%. Текстильное производство выросло почти на 7%. Это предприятие «Лента», «Котажник», «Фабрика Пике». Кроме того, производство пищевых продуктов выросло тоже почти на больше, чем 8%. Резиновых и пластмассов в изделии на 3%. Металлургическое производство, которое у нас, в принципе, раньше промал, сейчас выросло уже больше, чем почти на 1,5% выросло. В целом, по 7 месяцев предприятий переработчики – это окон, пакетчу, чулак, продукт, ядер, молоко, пищевые переработчики работали достаточно хорошо. Сейчас многие предприятия набирают персонал, что говорит о наращивании темпов производства, считает Владимир Аврелькин. Обсудили члены правительства и подготовку к новому отопительному сезону. Завершаются работы по опрессовке, ремонту кровли, труб отопления. В целом, работы выполнены на 78%, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Олег Марков. Предприятия ЖКХ создали достаточный запас топлива на предстоящую зиму. Подготовка к отопительному сезону должна быть завершена к 15 сентября, подытожил министр. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы тепло вовремя пришло в дома жителей республики. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова